Я от всего сердца хочу поблагодарить нашу Ирину, которая эту тему, тему метанои, несколько неожиданно привнесла, потому что мы планировали трилогию. У нас была надежда как педагогика, любовь как педагогика, и сейчас должна была быть тема вера как педагогика. Но Ирина когда-то осенью сказала, давай возьмем тему прощения и народы мира, история мира. И я решила, что Ирина должна получить свое, по всей видимости, эта тема для нее глобально важна, для того, чтобы все народы примирились между собой. И, разумеется, мы со своей стороны все это сделаем. Я должна сказать, что сначала эта тема была для меня чужой. Может быть потому, что мне кажется на поверхности, что у меня на самом деле, у самой нет больших проблем с прощением или больших переживаний, связанных с прощением. Но, по всей видимости, это именно от поверхностности, которая сейчас пустила трещину. Это поверхностность. Вот это вот введение – это совершенно особая история. И таким образом у нас на 1 сентября было выступление одного учителя, я не знаю, помните ли вы. И стал капать дождик, кап-кап-кап-кап, мы делали такие движения пальцами, и потом тихонечко стали потирать руки, потом стали на коленках делать такие движения. То есть постепенно этот дождь делался все более сильным и сильным, и превратился в настоящий ливень. Тогда мы прыгали на сцене, топали, потому что гремел гром, сверкали молнии, и все это разрешилось. Были еще последние капли, и появилась радуга надо всем этим. Спокойствие и теплая тишина после очищающего дождя. Не зная о том, Ирина меня тоже втолкнула в этот процесс, подтолкнула к этой теме. Сначала я стала обращать внимание на то, что в школьной жизни, в общинной нашей жизни, а также и в любой, будь то более маленькое или более крупное сообщество людей, эпизодов прощения, так потихонечку, маленькие капельки, и потом дождь становится более сильным. И в какой-то момент я поняла, что прощение — это беспрерывный процесс, и более того, это состояние. Без этого вообще никакое сообщество не может существовать. И можно сказать, что сам человек не может существовать. Я эти раскаты грома стала замечать в нашей школьной жизни. Их было так много, что я подумала, что же происходит. И тут я поняла, что всё обычно, просто я стала это замечать. Я больше замечаю, и я попытаюсь с вами поделиться потом этими историями. Но для начала я хочу сказать, что я поняла, что просить прощения и прощать, и внутреннее очищение, как педагогический аскез, аскетизм, без них педагогики вообще не существует. Существует антипедагогика. Педагогические процессы без этого просто не могут существовать. И в их ходе мы учимся, если можно так сказать, экзистенциальным умением. Наша задача — учить этому детей, потому что эти экзистенциальные умения, им тоже можно научиться, можно тренироваться, но они не функционируют без примера, в отсутствии примера. Наше собственное поведение, взаимодействие в этих процессах изменения ума и прощения они реально формируют культуру школы. И именно об этом я хочу поговорить. И мне было бы приятно, если бы вы сразу стали задавать вопросы, потому что это тоже такой живой процесс, наше общение. Итак, школьная жизнь как процесс и состояние прощения. Любая педагогика начинается с трактовки человека. О том, что мы понимаем под человеком. Раскаяние и прощение как индивидуальные вопросы, вопросы жизни и смерти для нас лично от нашего маленького окружения, но также такой экологической системе, живой системе, какой является наша школа. И в этом смысле мы сами тоже являясь живым организмом стоим перед интересными вызовами. Мы в своей школе дошли до совершенно нового уровня. У нас исчезают границы между учителями, руководством, родителями. и нас подтолкнула к этому скудность. Вы знаете, у нас не было своего здания, мы переходили из одной точки в другую. И сейчас мы нашли по счастью в районе Киви очень красивое место, лес, в котором есть небольшая солнечная полянка, на которой должна поместиться школа. И мы начали собирать деньги и проектирование и подготовку всех этих действий. У одной маленькой школы, конечно, таких компетенций нет. Мы учились в университете. и здесь наши родители собрались и они работают волонтерами, они дают свою энергию, свое время. И школа взяла на себя уже довольно серьезное обязательство. Если на прошлой конференции я говорила о том, как можно ощутить себя канатоходцем, когда ты должен руководить школой, то сейчас, благодаря тому, что мы нашли свою гавань, у нас больше силы в наших крыльях, но при этом к нашей ноге привязана бомба. Так что мы должны еще искать новую точку, точку опоры, точку равновесия, чтобы удержаться на этой ниточке. И здесь вот это вот постоянное прощение, постоянная поддержка друг друга, мы можем этого ожидать и от других. Все это превратилось в неизбежность. Так что это нам нужно лично, это нам нужно как экосистеме, и это нам нужно для того, чтобы дети могли учиться. И в этом существует парадокс. видение собственных пороков, ничтожности, собственной слепоты дает человеку возможность быть светом для других. Мы призваны в своей внутренней реальности не отчаиваться, и через это другим легче быть с нами. В своем понимании человека нам помогает вера в божественный потенциал каждого человека и его видение через Бога. мы научились тому, что эти двусторонние отношения могут не действовать. Как табуретка стоит на трех ногах, так и все эти процессы становятся возможными благодаря видению Бога, благодаря синергии Бога и других людей. И остается надежда, что даже в самом демонизированном человеке сохранилось подобие Бога и возможность спасения через покаяние. В контексте школы мы говорим, что в течение того времени, что дети растут здесь вместе с нами, в них происходит определенный перелом. Данная им чистота в какой-то момент ее сохранение становится ее восстановлением. И я просила поговорить об этом своего дорогого друга Игумена Хрисанфа из Печерского монастыря, поскольку это такая большая тема, и я не могу брать сама слово на эту тему. Но наша задача, как мы сами в качестве учителей ее обозначили, это создание среды, в которой дети могут получить опыт собственной доброты. И задача помнить об этом каждый день очень хорошо позволяет регулировать себя. Например, в такой ситуации была какая-то проблема, как отец Алексей сказал, был какой-то проступок, об этом поговорили, это было решено, и теперь один очень важный момент, который заключается в том, что когда это закончилось, это закончилось, это прошло, это испарилось, никто об этом не помнит, и об этом не вспоминают потом. мы очень пытаемся строго следовать этому, потому что есть такая очень больное понимание, что человек или ребенок, над которым издеваются, его стигматизирует учитель. Кто-то из детей, который по какой-то причине для самого учителя трудно переносим, или он вызывает в учителя чувство какой-то неудовлетворенности. И в своей школе мы избегаем этого, нам это удалось, чтобы все дети были для учителя равными. это значит, что некоторые дети очень мало совершают проступков, другие же постоянно попадают в какие-то ситуации. Но для учителя не должно быть никакой разницы. И когда что-то произошло, мы об этом поговорили, мы это разрешили в максимально адекватном контексте, то нужно быстро поставить точку, когда этого нет, это прошло, это исчезло. И это очень ценная практика. И именно это есть опыт собственной доброты для ребенка. Я на портале Post. И газета собрана нашла такой совет, как научить детей просить прощения. Самый способ научить ребенка просить прощения, это собственный пример, будучи искренним и эмпатичным в понимании своего ребенка, просить у него прощения, если мы были неправы или несправедливы к нему. Чем меньше ребенок, тем в большем родительском участии и обратной связи он нуждается. Как его поведение влияет на других? Что можно, а чего нельзя? Осознание границ. Недостаточно, если ребенок узнает, что он сделал что-то плохое. Он нуждается и в руководстве. А как можно? Чем больше ребенок, тем важнее обсуждать с ним, находить подходящие способы, как считаться с другими, как отстаивать собственные границы и как разрешать ссоры. Если ребенок сам воздерживается от того, что обижает других и знает, как это сделать, то и слово ответственность обретает содержание и смысл. Коротко очень важно говорить обо всем этом и находиться с этими детьми внутри этого процесса, потому что кроме энергии, кроме внимания, все это требует и времени. Итак, раскаяние как внутренняя работа, внутренний труд, это основной труд учителя в нашей школе, раскаяние как педагогический аскетизм. И тут я использую книгу своего предыдущего оратора, отца Алексея, который Ирина положила на мой письменный стол. Она вложила туда закладки. Я сначала прочитала те главы, в которые были заложены, потом я уже не смогла эту книгу отложить. И я всем рекомендую ее прочитать. Очень много мыслей, вдохновленные отцом Алексеем. Величайшее препятствие раскаяния это самообман. И самое большое мужество это быть честным по нам к себе. Но мы никак не можем обойтись и без исповеди, без таинства исповеди. в работе учителя есть такая вещь. Это неизбежно. Даже если у нас очень хорошие намерения и большой опыт, и вы хорошо отдохнули, и у вас хорошее настроение, вроде бы все условия созданы, но тем не менее мы ошибаемся в своем поведении с детьми. Иногда ты можешь вообще даже не понять, ты что-то другое имел в виду, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты сделал больно этому человеку, ребенку, ты обидел его чем-то, и это страшное чувство. Иногда мы понимаем, что просто по твоей вине что-то пошло совсем не так, как должно было пойти. И тогда я не знаю, что делать, если нет этой возможности пойти к отцу Томасу, потому что когда-то я где-то прочитала в какой-то книге, что если человек, который оступился, раскаивается и исповедуется, то это стирается, этот проступок стирается по отношению к тому человеку, по отношению к которому он был совершен. Я не помню, где я это прочитала, но я держусь за это, как за последнюю спасительную соломинку. И я пытаюсь помнить о том, что мы постоянно ошибаемся в своей жизни, и я признаю это так, чтобы в ребенке не осталось никакого следа. и я являюсь свидетелем настоящего чуда, потому что когда я устала, когда я понимаю, что ребенок на меня обижен, он травмирован, и я раскаиваюсь в этом, и тут я вижу, что ребенок об этом вообще ничего не знает, он забыл, он радостный, он улыбающийся, он простил мне все. это настолько красиво, но я даже не знаю, как можно было бы по-другому. Отец Алексей словом «прости» побеждается сатана, так он говорит. У нас есть хорошая коллега, наши учителя знают, о ком мы говорим, которая в конце каждого слова пишет «простите меня, прошу прощения». И это приобрело у нас некоторую практику. Я должна сказать, что это не обычная фраза, а это внутренняя гигиена нашей организации. По всей видимости, меня поняли неправильно, потому что мы постоянно раздаем друг другу только обязанности. Прости и будем жить дальше. чтобы вся чистота наполняет нас и наполняет нас полностью. И если мы используем слово «прости» от всей души и на протяжении всей жизни мы обрываем связи со злом. Если мы не хотим отказаться от злого деяния, оно все еще дорого нам, то этот грех остается с человеком. У нас пару часов назад была очень интересная встреча, в которой профессор Марай Порк встречалась с нашими старшими учениками и рассказывала о том, когда злость и бешенство дает человеку ложное ощущение всем могущества. И один ученик, который перешел к нам из очень достойной школы, сказал, он заметил, что у тех детей, которые над ними издевались, у них была как бы зависимость. Они не знали, почему они это делают. Но вот эта сладость вызывает определенную зависимость. упрощение измеряется плодами. вот то, что мы это делаем, имеет свою плоду. И признаком настоящего духовного изменяется, является изменение жизни, когда из наших сердец исчезает даже склонность к ним. Если человек прощен, он вылечился, то метаноия реализовалась в полном объеме, и прежних грехов с ним уже не произойдет, потому что он почувствовал плод раскаяния и покаяния. Одесса Алексея рассказывала только что о совести, я не буду это повторять. совесть как нечто независимое, это Божий голос в человеке, то, что мы ошибаемся, это гуманно, но нам нельзя оставаться в этом. И дальше идут варианты, которые зависят от типа человека, от его духовного состояния, от воли. оправдание против признания. Во-первых, самооправдание, может быть, обида, это одна из подвидов, но ведь нашу эру называют культуру обиды друг на друга, то есть, где все обижаются друг на друга. это как двигаться в болоте, то есть, ты стараешься как-то идти по тропе, но все равно оступаешься и падаешь в болоте, нога мокрая, нога грязная, опять кого-то обидел. и очень жаль, и этим надо заниматься. Но самооправдание не имеет ничего общего с духовной жизнью. Оправдывая себя, ты в прямом смысле строишь стену, которая отделяет тебя от Бога, и таким образом ты прекращаешь с Ним всякие отношения, всякую связь, это наибольший ущерб, который мы делаем, оправдывая себя. Это то, что мы не оставляем такой возможностью никому другому. В ходе исповеди Бог покрывает своим правом наше бесправеднее. Мы эстонцы, мы народ права и правда. Фильм еще идет на экранах кинотеатров. Многие его уже видели, они задумываются над тем, что если вопрос поставлен неправильно, то правильного ответа ведь быть не может. Если мы ищем правду, то хорошо знать, что правда это не что, это кто. Если мы ищем правду, то нужно искать оправдание себя тот, кто может себе это позволить. Признание «Да, я сделал, так было, называю». «Так, для того, чтобы эта правда, которая могла к нам прийти, мы должны признать свою вину, но видение себя, честное видение себя требует мужества, и Бог дает ему каждому по его собственной мере. Первоначальное мужество состоит в смелости принять от Бога приход к здравому рассудку. И оставаться честным по отношению к себе тоже требует мужества. А мужество это способность отвечать за свои поступки. Мужество, смирение и бесстрашие, отвага. При этом отвага это то, что сейчас эстонскими университетами стало как бы флагманом современного современной педагогики. Как мы должны своих студентов воспитывать, чтобы они стали бесстрашными и отважными для того, чтобы быстро изменяющимся рынке труда учились быстро реагировать на изменения. Но отвага как чувство одежды, чувство ответственности начинается с верности в мелочах, продолжается с действенной совестью, а дальше проявляется в смирении. В какой-то момент между мужеством и смирением можно ставить знак равенства, потому что мужество становится смирением, а смирение мужеством. Но это большие явления, которые не перекрывают друг друга полностью. Мужество воспринимается в рамках каждого человека, не бояться признавать, кто он есть на самом деле, видеть себя настоящего и оставаться в этом неизменно. И опять же в этой школе мы очень любим преподобного Сиола Афонского. Он сказал «Держи свой дух в аду, но не теряй надежды». Раскаяние дальше комплекс вины, о котором Отец Хрисанф много говорил, и комплекс жертвы, такая отряда. Раскаяние как радость. Когда я вступаю на этот путь, который более настоящий по сравнению с другими, то это приносит очень большую радость. И это не приносит с собой комплекса вины, когда человек отворачивается от всего и впадает в большое уныние и само уничижение. Или же комплекс жертвы. Что со мной сделали те, кто сделал, а не плохие. Итак, то, на что мы пытаемся ориентироваться, это прощение и изменение через прощение. То, о чем сказал Отец Алексей в этих ситуациях, которые сложны и очень трудно просить прощения и прощать сложно. То здесь есть три молитвы, которые я сама использую много, потому что и для меня эти ситуации тоже оказываются трудными. Прежде всего, чему меня научил отец Томас, мой духовник. Если с кем-то есть проблемы, то молись так. Господи того-то способом, который считаешь лучшим, и за его святые молитвы пощади меня грешного. Это сразу же второго человека возводит выше тебя. И это действительно так. Если кажется, что кто-то обидел, не понял, то просто начинаешь читать эту молитву, то она приносит удивительные плоды. Или же как Архимандрид Сакариас нас учит, Господи, благодарю тебя, что ты через него показываешь мне, как далеко от тебя находится мое сердце. И последнее, то, чему учит старец Порфирий думать о другом, о каком-то человеке, из-за которого вы беспокоитесь и чувствуете, что отношения между вами не совсем чисты, то читайте молитву «Господи Иисус Христос, Сын Господень, пощади меня», но когда произносишь «меня», думаешь об этом другом. это такой удивительный инструментарий и больше ничего не нужно. Я очень часто использую эти молитвы и поэтому я могу предложить такие практические и чудотворные инструменты. я хочу сказать, что эти экзистенциальные умения, которые сравнимы с жизнью и смертью, им можно научиться и огромную роль в этом играет среда. Мы попросили своих учеников написать об их опыте. и я увидела, что из моей презентации они очень быстро перекочевали на нашу страницу в Фейсбуке. Я думаю, что люди, которые нашли их, они были такими светлыми. Я не буду вам их зачитывать, но я действительно хочу сказать вам, это опыт 12-летних детей. Прочитайте опыт того, как их душа реагировала, как они чувствуют спокойствие, как они чувствуют умиротворенность и они призывают к постоянному повторению. Но я зачитаю некоторые из них, которые у нас есть. Я зачитаю просто некоторый опыт наших детей. Душа человека очищается прощением. Я чувствовала большое прощение, когда в семейном лагере первого класса я поссорилась с кадрой. после семейного лагеря школа закончилась учебный год, я не могла попросить у кадра прощения. И перед первым сентябрем я очень боялась. Я придумала целую речь, что я кадре скажу, чтобы она меня простила. В первый класс вошла Пия, и я услышала, как она сказала, привет, Пия. Я глубоко вдохнула и вошла в класс. Кадри сразу подошла ко мне, обняла меня, и я была счастлива. И с этого дня Кадри моя лучшая подруга. Иногда, когда я не могу кого-то простить, то я глубоко вдыхаю и думаю о том, что ты нам рассказывала на уроке, подавливаю в себе чувство зла и рассказываю какую-то шутку. Я думаю, что прощение хорошо для души и каждый должен бы прощать. Когда мои родители начали разводиться, то все могло бы пойти иначе, если бы моя мама три раза простила моему папу, но она не смогла это сделать. Я тоже не могу до конца простить отца, хотя мне иногда и делается жалко. Но это разочарование и печаль его намного больше, чем чувство, что все могло бы еще наладиться. Иногда я скучаю по нему, но поскольку у меня много уроков, а когда их нет, я берегу время для друзей или старой школы. Поэтому у меня просто нет времени на другие дела. Также можно подумать о какой-нибудь библейской истории, например, Иосиф и его братья. Иосиф смог простить, если бы он этого не сделал, то вся история приобрела бы совершенно другой оборот. В жизни так и есть. Человек сам делает выборы на своем пути. Никто другой не может сделать этого за него. Другие могут только направлять, но в конце концов сердце скажет, что правильно. Хорошо, когда кто-то прощает. Мне часто приходится ждать, чтобы кто-то так сказать простил. Хоть я ничего и не сделал, этот человек сам все выдумал. Иногда хорошо чувствовать раскаяние, потому что это значит, что ты понял, что сделал что-то неправильно. Обычно я прощаю и быстро прошу прощения, потому что тяжело, когда знаешь, что ты сделал кому-то больно, и ты виноват. И прощаю быстро, потому что когда человек просит прощения, он сожалеет о том, что сделал. и когда человек раскаивается, нехорошо напоминать ему о его ошибках, потому что все ошибаются, и ты вызываешь у него нехорошее чувство, когда напоминаешь ему о том, что он сделал ошибку, и это плохо. Я еще маленьким привык просить прощения. Я рад, что у меня есть такая привычка, потому что я знаю, что просить прощения может быть очень трудно, но у меня есть привычка. Когда я был младше, я даже не мог лечь спать, если был с кем-то в ссоре, потому что тогда мне каждый раз снились кошмары. Мне легко прощать, потому что я знаю, что будь на месте я другого, я знаю, было бы очень трудно, если тебя другие не простили. И так далее, и так далее. У нас грандиозная ценность в виде школьного фольклора истории наших детей, и большинство из них рассказывает о том, насколько необходимо детям прощать. И есть некоторые очень сложные истории, из которых выясняется, что насколько сложен и долг путь, который мы проходим вместе. в этой истории, которые за недостатком времени озвучены не будут. Тут только последняя история, которая звала вниз и взращивала терпение. вот именно под эту категорию подходят почти все истории, рассказанные в нашей школе. время мое истекло. Простите. И спасибо. Если есть вопросы, то перерыв на кофе это наше общее время. может быть один, два вопроса сейчас принять вопросы и вопросы клирики просьба прочитать эту историю. Тут пять разных историй, которые я думала зачитать. И это свежие истории, произошедшие в ходе периода подготовки, когда я начала замечать, и я действительно замечала ну давайте выберем историю, которая открыла новые двери. Я не могу рассказывать конкретно. Это все тяжелые истории. И сейчас если приводить конкретные примеры, то это как сыпать рану. Сыпать соль на свежую рану. Но что я заметила? Все истории начинаются с того, что что-то идет не так. В школе происходит какая-то проблема, непонятки, ошибки, противостояние, и тогда в процессе может занять от нескольких минут до часов, дней, а то и недель. Все эти истории рано заканчивают тем, что рождается нечто качественное, совершенно новое. В ходе всех этих историй люди выигрывали, хотя начиналось все с того, что кто-то ошибся. И первая история, которая открыла новые двери. У нас был классный вечер. И в ходе этого классного вечера произошло несколько проступков. поскольку класс именно в том возрасте, когда больше с ними ругаться нельзя, ругать их нельзя, то нужно потихоньку начать с ними эти вещи обсуждать. В ходе бесед как, почему, кто, как что-то развивалось, выяснилось. Дети сказали, вы говорите, что мы не умеем, но ты не дали нам возможность научиться. Вы всегда делаете так. Ну, допустим, отношения между мальчиками и девочками. У нас раздельные классы, хотя они общаются между собой много, и на многих предметах они учатся совместно. В ходе этого обсуждения они сказали, но каждый раз, когда мы идем на учебный поход, вы сразу говорите, мальчики, девочки, с этим гидом мальчики, с этим гидом девочки, потому что так просто. И мы в качестве учителей этого даже не замечаем, потому что они учатся в раздельных классах, и все вроде как работает. И тут дети нам сказали, а дайте нам больше возможностей находиться вместе, потому что это даст нам возможность научиться. И на самом деле мы приняли теперь решение, которое является частью развития школы. Мы обсудили это с учителями, с детьми, и из этого вырос процесс развития школы, совместного развития школы. Но все началось с какой-то глупости, с какого-то проступка. Я должна сказать, что когда мы отдельно обсуждали с девочками, отдельно с мальчиками, когда я пришла после этих обсуждений, то я почувствовала нечто, что можно назвать симфонией. Этот диалог, это было нечто такое большое, их мысли, их предложения. И вся эта тема стала какой-то такой очищенной, такой ясной. Но этого не произошло бы, если бы не случился этот проступок. Иными словами, я хочу сказать, что из ошибок выход из них, учение, научение через ошибки требует определенного согласия с напряжением. Да, я буду с ними в этой ситуации вместе, и мы вместе будем расти, развиваться и взрослеть. И из этого должно что-то вырасти. И если внимательно следить за тем, что я действительно не буду осуждать, я создам такую атмосферу прощения, это рождается в боли, но рождаются очень красивые вещи. Я не знаю, насколько это было понятно. не знаю, но я не знаю, это примерно.